Ленинград 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 подошла к Ленинграду уже к 8 сентября, захватив город Шришельбург. Фактически после этого Ленинград оказался в блокаде практически полный. В направлении Ленинграда была брошена группа армий «Север». Гитлер ожидал, что получит город буквально сходу уже в июне 1941-го. Но его ждало разочарование. Ленинградцы и жители пригородов активно строили укрепления и защищали свою землю. А поступление новейших тяжелых танков позволило сдержать гитлеровские войска на несколько недель. Немцы наступали так стремительно, что эвакуация Ленинграда не была проведена. В наглухо закрытом городе остались старики, женщины, инвалиды и дети. Всего более 2,5 миллионов человек. К ним нужно добавить еще свыше 300 тысяч жителей пригородов. Вообще в истории Великой Отечественной войны блокада Ленинграда – это особая страница. Это, пожалуй, одна из самых героических и самых одновременно и трагических. Потому что в блокаде оказался город, где проживало около 2,5 миллионов человек. Эвакуация была частичная лишь. Почему? Потому что настолько быстро немецкие войска продвигались, что эвакуация была частичная. И гражданское население во многом просто не могло покинуть Ленинград. Поэтому и уже со второй половины августа Ленинград был закрыт для использования железных дорог. Немцы целенаправленно бомбили продовольственные склады и устраивали пожары в жилых кварталах. Но не это было самое страшное. Уничтожение и так немногочисленных запасов продовольствия вынудило ввести жесткие ограничительные нормы по выдаче хлеба. По Ленинграду уверенно шествовал голод, заглядывая в каждый дом. До конца 1941-го жители получали самый минимальный хлебный паек за весь период блокады. И это был хлеб, испеченный из муки, смешанный с целлюлозой, шелухой и обойной пылью. Люди таяли на глазах и умирали целыми семьями. Рано пришедшие зимние холода вызвали и транспортный коллапс. Из-за экономии топлива встал весь общественный транспорт. В городе не было света, тепла и воды. Голод, холод и бомбежки к январю 1942-го года унесли более сотни тысяч человеческих жизней. Среди них было практически шесть тысяч детей, не достигших возраста одного года. Блокаду Ленинграда отвлекались очень большие силы немецко-фашистских войск, группа армий «Север». Достаточно много авиации, танков, артиллерии. И, конечно, когда решающие бои развернулись за Москву, Московская битва, то в период ее оборонительной этапа, то понятно, что если бы Ленинград пал, вы представляете, то фактически значительно бы усилились немецко-фашистские войска под Москвой. Поэтому, конечно, Ленинград сыграл очень большую роль в Великой Отечественной войне. Ущерб, нанесенный осадой Ленинграду, был колоссальным. И в первую очередь он измерялся сотнями тысяч человеческих жертв. Многие умирали уже после эвакуации. Обилие пищи становилось для их организма непосильной нагрузкой. В годы блокады пострадали исторические и культурные памятники. Были безвозвратно утеряны бесценные музейные экспонаты. Некоторые памятники оказались уничтоженными без возможности восстановления. Но все же героизм Ленинграда даже спустя десятки лет восхищает весь мир. В честь защитников города был создан Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, действующий по сегодняшний день и подробно рассказывающий историю этих страшных дней. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости.